Приветствую дорогие подписчики и гости канала Good Boy Настало время пройти новый уровень игры Goblins 3 или Goblins Quest Сегодня у нас третий уровень Загробный мир Наш приятель как бы погиб в прошлый раз и теперь он наверное будет искать дорогу наверх к жизни обратно Ну ладно В общем нам тут надо найти спички где-то А вот они Отлично Тут что-то есть еще Может тут это Ха-ха Увидел надгробие себя Ну свое собственное Куда-то ушел Опа-на Все теперь осветилось Аманьяк был здесь на первом написано Помните аманьяком звали Ну как бы демона Из прошлой части У которого мы отобрали Как раз принца с комарохом Или принца буфуна Так Теперь отломим косу Это у нас коса Опа Взяли И красный половник тоже возьмем Глядишь пригодится Теперь косу надо где-то использовать Ох Тут тоже прокручивается Может это Попробуем здесь Ух ты Вышел какой-то огонек оттуда Сделаем то же самое с другим окошком И наконец с этим Тут какой-то повешенный клоун Страсти какие Вот А тут фиолетовый огонек Ладно Используем Косу еще где-нибудь Например здесь Опа Вода написана Он говорит Это зеркало Соединено Но с механизмом Мне нужно узнать Как она работает Ну или он В смысле механизм Взяли мы Очки походу Хорошо Тут у пирата Есть деревянная нога И мы попробуем поджечь ее спичками Раз у нас есть спички Подожгли Подожгли А теперь потушим водой Теперь мы можем взять этот желтый огонек Зачем он нам Зачем он нам Зачем он нам Нужен Будет видно позже Теперь тут где-то должен Давайте сюда засунем этот желтый огонь Ух ты Как все изменилось Теперь тут появилась кнопочка Которую стоит нажать Наверное Как будто светофильтр Поменяли Опа Появилось зеркало Которое мы теперь можем взять Тут написано Что здесь кровь Странно Что кровь не красного цвета Но может быть Это из-за такого освещения Кажется Что она не красная Используем Половник на крови Теперь у нас Половник с кровью Теперь А так Половник Будем использовать На бутылочке пирата Давайте попробуем Сначала Просто так Ее взять У нас Скорее всего Не получится Видите Пират Не отдает А наверное После этого Отдаст Похоже Ему не нравится Пить кровь Поэтому Он выбросил Бутылку Теперь мы можем Ее взять А давайте Попробуем Просто пообщаться С пиратом Что-то Пират Особо Нас Не привечает Он говорит У меня есть Неприятное Чувство Что они Хотят Чтобы я думал Что я мертв Вот как Вот тут Летающая Мышь Давайте С ней Попробуем Пообщаться Чтобы получить Свет Я должен Забросить Три Огонька В чашу Ну Один Мы уже Забросили Осталось Еще Два Открыли Череп Положим Туда В общем Я положил Туда Очки Теперь Может Ты Закроешь Опа Мы Получили Синий Ну Или Фиолетовый Огонек Давайте Закинем Его Туда Куда И Предыдущий Опа Все Стало Зеленое Тут Появилась Рука Держащая Кнопку Или Пробку Он Сказала Что Это Как Его Сказать Гриб Который Вырос На Зеленой Руке И Выглядит Он Как Пробка Сунем В эту Руку Зеркальце Пожалуй Ага Бутылочку Поставим Сюда Хопа Мы получили Ага Нет Все Не так Просто Я уже Хотел Сказать Что мы Получили Третий Огонек Но Нет А Наверное Нужно Пробочку Засунуть Туда Опа Что ж Возьмем Бутылочку С собой Хорошо Сохранимся На всякий Случай Засунем Сюда Бутылочку Не хочет Да Давайте Половничком Используем Половник Появилась Какая-то Голова Написано Что это Привидение Что ж Может быть Теперь Мы закинем Сюда О Смотрите Красный Огонек У нас Есть Опа Фиолетовое Привидение Появилось Давайте Попробуем С ним Поговорить Он Говорит Его Можно Использовать В качестве Поддержки Чтобы Не знаю Лучик Прыгал Я Сам Не понимаю Что Это Значит Пожалуй Нам Нужно Снять Очки С Черепа С Этого Черепа И Надеть На Тот Хорошо Возьмем Синий Огонь Он Говорит Что Это Можно Сделать Только Половника Ну Хорошо Опа Вампир Появился Поговорим С ним Он Говорит Луч Света Должен Прыгнуть Подпрыгнуть Три Раза И Вернуться Обратно В чашу Извините Я Куда-то Не туда Вышел Ага Смотрите Ка Это Я Каким-то Образом Вышел На Карту Вот Гоблинские Новости Давайте Разберемся Я Так Понял Это Был Первый Уровень Это Второй А Сейчас Мы В Третьем Вот В чем Смысл Ой Да Все Хорошо Ладно Вставим Как бы Кусок Этой Косы В рот Этому Вампиру И Засунем Оставшиеся Огоньки В чашу Вот Вот Как раз И Произошло То Что Сказал Вампир И Видимо Наш Гоблин Вернулся В мир Живых Каким-то Кроликом Кроликом В общем, это письмо от той девушки, которую он спас во втором уровне. И она сказала, что он может выпить эликсир какой-то, экстракт, и он станет огромным. И вещи, которые он несет, вырастут вместе с ним. Он говорит, быть гигантом очень полезно или удобно. Вот я здесь, рядом с городом. Такая огромная мышеловка. Специально, видимо, на него поставили. Давайте поговорим с рыцарем. А, шипы тут. Понятно. Там король выглядывает из замка. С ним просто так не поговорить. На всякий случай сохранюсь. Попробуем взять мясо. О, я примерно что-то подобное ожидал. Что ж, давайте возьмем этот дольмен. И разрисованный булыжник. Тоже взяли. А сейчас мы попробуем обмануть мышеловочку. Наш блаунт стоит слева. А попугай пусть возьмет мясо. Не совсем получилось. Я думал, получится, но нет. Ну, по крайней мере, мясо мы не взяли, но зато взлетели сюда. Наверное, в этом тоже есть смысл. Теперь мы можем поговорить с королем. Ага, хорошо. Местный дракон забыл свое обещание и уничтожает все. Где же дракон? Я не вижу никакого дракона. Наверное, ушел отдыхать. А еще мы тут, наверное, можем... Ой-ой-ой. По идее... Видите, тут еще принцесса. Этот попугай ничему не учится. Снова туда же. В ту же самую ловушку вляпался. Она просит меня помочь рыцарю Браяру. Ну, видимо, в его борьбе с драконом. Хорошо. Давайте используем камень на шипах. Что-то не то? Может быть, дольмен? Опа. Теперь у нас есть, как бы, проход. В общем, он говорит. Он сказал мне, чтобы я попытался заставить дракона проглотить этот меморум какой-то. Что за меморум, не знаю. Я не знаю, и Яндекс.Переводчик тоже не знает, что такое меморум. Так что, наверное, попозже узнаем. А, меморум это, наверное... Нет, я не понял. А, ясно. Меморум, вот. Меморум это такой эликсир, который возвращает память. Хорошо. Давайте возьмем вот эту штучку. Мельничный камень. И используем его на бассейне. А теперь... Ага. Эта губка стала. Ее на огне используем. Хопа. Мы потушили какой-то домик. Или это церковь. Тут вот вилка наверняка нам пригодится. Вот. Давайте же используем вилку на мясе. А, отлично. Теперь нам куда-то надо идти. Может, вот в гостиницу? Это губка. оба на на что мы ставили великанами да и вдруг мы пришли в такое место где еще больше люди но существа еще больше чем мы так берем ложку и положим ее на круглый камень ищем круглый камень а вот же получилось как бы такой рычаг как бы рычаг теперь нам надо найти щелочку вот это интересно можно попробовать с кем-нибудь поговорить этот не активен вот капитан он говорит этот негодяй капитан извиняется за то что бросил меня на корабле хорошо он говорит ее зовут корин она воин с волшебными силами вот еще есть мышка отелла клиент с мышкой никак не поговорить с клиентом так снова я случайно вышел не туда куда надо в общем он сказал он говорит что ему не нужен поводок с тех пор как он потерял своего учителя давайте посмотрим что тут за дверца отлично возьмем себе сахарку глядишь пригодится ладно идем это не совсем да то что надо вот теперь кинем не сахар отлично хорошо пусть чум наш попугай чум по нюхает паприку вот давай еще раз как бы поперчили ну да наш кусок мяса что ж время возвращаться выльем наш эликсир мемориум в бассейн и заткнем монеткой ухо черепа отлично засунули вилку сюда и насадим на нее мяско опа вот и появился дракоша хи 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 он говорит он благодарит меня за то что я вернул ему его память теперь он мой должник вот как таки мы заставили дракона выпить этого мемориума ясно для этого мы и перчили мясо чтобы он когда его попробовал ему захотелось пить вот на этом мы пока закончим продолжим проходить эту игру в следующий раз спасибо за просмотр и до новых встреч пока 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 Продолжение следует...